Ну что ж, здорово, YouTube, с вами Джон, он же офигевает новостей, как и вы, 312. Ну что ж, мы тут продолжаем сейчас на стриме сидеть, продолжаем офигевать, и чтобы хотя бы как-то отвлечься, да, ну, займусь тем, чем я обещал заняться где-то пару видосов назад, а именно посмотреть на перки, пушки новые и так далее. Начнем, собственно, с перков, чтобы было понятно, с чем мы имеем дело, чтобы потом было проще, ну, типа, в отдельном ролике я расскажу про пушки, может быть, даже уже не сегодня, да, потому что уже совсем тут в офиге сидим. Ну а сейчас расскажем про перки новые в этих пушках, ну как новые, то есть у нас тут есть парочка улучшенных перков, есть парочка новых перков, которые появились в стволах, да, какие-то из них относятся к таким вот встроенным перкам, ну, которые, допустим, падают с плейлистов, какие-то относятся, ну, к совершенно новым перкам, к примеру, если я точно это, ярость та же самая. В общем, немножко все это будет скучно, но, надеюсь, хотя бы будет понятно, что каждый из них делает, чтобы была возможность сориентироваться, какие из них фармить. Там, если где-то ошибусь или где-то навру, то потом в комментариях меня можете поправить, ну и, собственно, у меня тут народ на Твиче есть, который там тоже смотрят, ну, те, кто не спит, по крайней мере, могут меня тоже поправлять в процессе, и я потом буду поправляться сам, вот. Потому что, ну, в игре очень много всего происходило, и не только в игре, так что во всем разобраться мы не успели, так что заодно будем сейчас вместе разбираться. Ладно, после вашего лайка, какого-нибудь комментария, подписки на канал, прожатия колокольчика, для того, чтобы не выпускать в дальнейшем выклить новых видосов, мы, собственно, начнем. Итак, погнали. Так, здесь у нас тут есть небольшое видео от братюни, которое мне прислали в Дискорде, где, собственно, сравниваются обычная полоса удач с улучшенной полосой удач, с киллерским магазином, с улучшенным киллерским магазином и так далее. Ну что ж, ценим. Безумие, к примеру, тоже самое. Френзи. То есть здесь, как можно увидеть, да, разница заключается в длительности действия перка. Ну, на долю секунды больше где-то. То есть с килл клипом тоже самое, с киллерским магазином. Вот разные степени действия там тоже перка. Ну, пока что, да, вот видно то, что влияет в основном на, так сказать, на скорость, с которой заканчивается действие этого перка. Здесь же филд-преп, да, тактическая подготовка влияет только на количество боезапаса. Ну, в принципе, вместо восьми ракет девять ракет. Ну, в принципе, неплохо. Это я куплю, к примеру. На долгую память смотрим. Ускоряется перезарядка. Прикольно. Ладно. В общем, смотрим теперь отдельные перки. К примеру, смертоносная приманка. Что этот перк у нас делает? Чтобы увеличить урон от этого оружия на более продолжительное время, быстро наносите урон каждым экипированным оружием. То есть, если у меня, допустим, экипирован какой-нибудь, какая-нибудь выдержка, к примеру, то у меня надо будет пострелять с избавления. Или там, или с какого-нибудь другого ствола, который у меня экипирован. Допустим, у меня пушка в первом слоте с этим перком. Мне надо пострелять с пушки во втором слоте и в третьем слоте. Ну, не знаю. Что-то как-то звучит офигенно. Здесь можно посмотреть, на каких пушках все это дело ролится, собственно. Ну, смотрим и лайджи джи. Идем дальше. Адаптивные боеприпасы. Это оружие адаптирует наносимый урон, чтобы эффективнее действовать против энергетических щитов, которые не соответствуют типу урона оружия. Повышается показатель урона. В принципе, звучит неплохо. То есть, это у нас есть, как минимум, на луке под кожей, да? Новом. Который во второй слот идет. И на парочке других стволов. То есть, допустим, если, если я правильно понял, у меня экипирована электрическая пушка, то, к примеру, врагам с пустотными щитами я буду наносить больше урона, нежели чем, если бы это было бы без этого перка. То есть, любопытно, насколько хорошо этот перк работает с сопоставлением, да, с матч-геймем. Когда вы, допустим, уйдете в какой-нибудь гранд-мастер. Поэтому, если есть возможность, лучше какую-нибудь из этих пушек выбить. Особенно лук. Потому что, ну, или автомат. Который антибарьерный или перегрузочный. Ну, или пульсу, которая неудержимая, к примеру. Дальше что у нас тут идет? Леденящее попадание. Прямые попадания при магазине, заряженном более чем наполовину, вызывают взрывы, которые замедляют оказавшиеся рядом цели. Также улучшается стабильность оружия. Ну, в принципе, неплохо, по описанию. Только у меня вот есть вопрос, к примеру. Тут мне пишут, да, по поводу предыдущего перка. Сейчас вернусь. Пробовал. С сопоставлением сюжетки лажа полной не работает. Ну, значит, на сопоставлении не особо отразится. Окей. Что касается леденящего попадания. Здесь вот у меня возникает вопрос. Этот перк ролится также на ракетнице. Ну, к примеру, на Пальмире. Ну, вот тут вот написано, да. Прямые попадания при магазине, заряженном более чем наполовину. А как ракетницу можно зарядить более чем наполовину? То есть, этот перк на ней всегда, по идее, должен работать? А со всем остальным, в принципе, понятно. Ну, то есть, замедление, это у нас то же самое, что и на всех остальных стадистных пушках. Когда, ну, допустим, на том же самом мече вот новый перк там появился. Пишут то, что на плазминке избавления, да, вот где, помимо ракетницы, этот перк тоже работает, срабатывает со второго выстрела. Ну, очевидно, что для ПВЕ, для этой плазминки, для контроля трэша, это прям мастхэв будет. Поэтому вот. Но в ПВП она мне тоже, в принципе, зашла. Ну, это, конечно, не блок один. Но видос у неё, видос про неё у меня есть на канале, чё я распинаюсь. Буду ждать, точнее, буду выбивать её красную версию, и потом уже в дальнейшем буду ждать её адептскую версию. Поэтому ставлю ей лайк. Ладно, идём дальше. Одержимость перезарядкой. Существенно увеличенная скорость перезарядки, когда магазин почти полон. Ну, здесь, в принципе, без комментариев. То есть выстрелил один патрон там из двадцати, из двадцати пяти, да, и у тебя ускоряется перезарядка. Ну, есть это на целой куче пушек. Вот здесь можно на лист посмотреть. В принципе, если у вас такой перк будет, то неплохо для ПВЕ. Но для ПВП я бы, наверное, всё-таки какой-то получше поискал. Ну, если есть альтернативы, естественно. Но мы этим всем займёмся, когда будем рассматривать пушки, какие там есть перки. Дальше. Светочная ярость. Если вы израсходуете половину магазина на нанесение урона от прицельных попаданий, это оружие будет наносить дополнительный урон на продолжительное время. Выстрелы перестают учитываться, как если оружие перезаряжается или не используется. Ну, звучит неплохо. Это, знаете, такой... Мне кажется, это доработанная версия перка один за всех. Ну, вы знаете, который мой любимый. Где тебе надо по нескольким целям выстрелить. И тогда после этого у тебя будет буст к урону. Ну, то есть в ПВЕ это неплохой перк. Мягко говоря. В ПВП это хрень. Вот. Ну, это я про один за всех. Но светочная ярость звучит неплохо. То есть, если, допустим, я стреляю с какой-нибудь пульсы, да, и наношу там за несколько перстов несколько критов, ну, грубо говоря, убив одного там человека, то на продолжительное время, здесь вот подчеркивается, да, то, что на продолжительное, скорее всего, оно длится больше, чем какой-нибудь киллкрип. Может быть, даже столько же, сколько сорви голова. Но я думаю, мне сейчас в комментариях пояснят. Но, к примеру, с 30-90 пульсы убить с двух выстрелов человека можно будет. Под бафом. Что звучит неплохо. Учитывая то, что он на этой пушке роллится. То есть, пушек, на которых роллится этот перк, достаточно много. То есть, опять же, вот у нас тут есть 390-я статистная пульса, 540-я пульса в первый слот и так далее. И автомат еще есть. Поэтому, ну, ставим лайк, наверное. Плюс это еще достаточно классно работает для ДПСных пушек. К примеру, для статистной винтовки. Ну да, в третий слот. Где она? Катаклизм. Вроде это линейка, да. Ну то есть, чем больше крита ты с нее наносишь, да, тем больше урона она наносит, собственно. Ну а учитывая то, что у нас есть божественность, это прям круто. Прям хотеть. Ролл такой вот линейки. Было бы неплохо. Ну ладно, опять же, мы роллами пушек займемся в следующем видосе. Идем дальше. Так, дальше. По поводу перка улучшенный идеальный треугольник. Ну да, у нас идеальный треугольник уже до этого был, как перк. Но что он делает, вспомним. Добивающие попадания из этого оружия в течение продолжительного времени наносят дополнительный урон. Пока действует это усиление, добивающие попадания уроном того же типа с помощью гранаты или способности ближнего боя значительно усиливают эффект и еще сильнее увеличивают время его действия. Ну, поэтому склонен предположить, что с ним точно так же, как и с остальными перками на урон, они просто чуть дольше длятся. Где-то на долю секунды. Может быть. Да, просто дольше длиться, подтвердили в чате. Идем дальше. Улучшенное вечное движение. Стабильность, удобство и скорость перезарядки этого оружия повышаются, если его владелец двигается в течение большого промежутка времени. Ну, это описание обычного вечного движения, но это у нас опять же старый перк, который уже был в прошлом сезоне. Здесь, я думаю, все точно так же. А, кстати, насчет улучшенного идеального треугольника, забыл сказать, где он ролится на выдержке, так вышло, и адаптерской выдержки и так далее. Ну и, в общем, список пушек вы видите, если кому-то будет вдруг интересно. Так, дальше что у нас тут идет? Улучшенное движение. Где он у нас ролится? Ну, слушайте, на целой куче пушек. Но, в первую очередь, он меня, естественно, интересует на избавлении, на плазмной винтовке, потому что, ну, опять же, у тебя на обычной версии вечного движения на 20% бафаются там вот все вот эти статы, что, в принципе, недурственно, учитывая отсутствие этого, как его называют, под давлением и перка при стрельбе с присиди, как он там назывался у нас, устойчивая изготовка. Ну, когда ты там на картонах присаживаешься и стреляешь, у тебя улучшается стабила и так далее. В принципе, это, считай, при слайде тоже работает на ней. Так что, я думаю, блин, а было бы прикольно, если бы здесь появлялся бы третий стак улучшенного вечного движения. Но это было бы прям совсем по-читерски. Так, дальше что у нас тут еще? Улучшенное вечное движение. Ну, обычное у нас при одном стаке дает 5 стабилы, 10 удобства и 10 скорости перезарядки. При двух стаках 10 стабилы, 20 удобства и 20 перезарядки. Что дает улучшенная версия, непонятно. Ну, Гансмит вопрос не раскрывает, но, скорее всего, длится дольше. Хотя, как это может длиться дольше, когда она перестает длиться, когда ты перестаешь двигаться? Ну, допустим. Ладно. Ну, вот высказали предположение, что он быстрее прокается, этот перк. Ну, то есть, быстрее от 1 до 2 переходит, и от 0 до 1. Ну, типа, звучит как план. Но, я думаю, опять это на долю секунды быстрее будет тогда, в таком случае. Ловкость рук. Дальше идет перк. Добивающий попадание из этого оружия или с помощью способностей, пока это оружие находится в кубуре, на более длительное время увеличивает его удобство, стабильность и скорость перезарядки. Красиво. Ролится у нас это дело на этих пушках. Ну, слушайте, на большом количестве. Ну, не знаю, звучит как-то... Звучит как-то, блин, достаточно стрёмно, блин, это выполнение. То есть, тебе надо, чтобы эта пушка была у тебя в загашнике, была экипирована другая пушка. И, ну, чтобы способность у нее подействовала, да? Или как... И все это ради того, чтобы увеличилось удобство. Ну, скорость перезарядки, ладно, окей, это хорошо для клавомыши, к примеру, и удобства. Но стабила, к примеру, там, я не знаю, зачем будет баф этот. Но на геймпаде хорошо. Однако, мне кажется, что и будут более приятные перки для того, чтобы их доставать. Ну, кто знает, посмотрим. Тут мне народ пишет то, что тестили, там, три стака, и на быстрой пушке скорее на пипегу норм. Ну, я говорю, да, такой себе перк, 50 на 50. Ладно. Так, характеристики для всех. Но здесь опять вспоминаем наш любимый перк один за всех. Три попадания по трем разным врагам на продолжительное время увеличивают удобство оружия, стабильность, скорость перезарядки и дальность стрельбы. Ну, пока что этот перк лидирует по бесполезности, на мой взгляд. Ну, то есть, один за всех, которые увеличивают урон, я еще могу понять. Но вот это... Это забей. Но ладно. Может быть, когда-нибудь, где-нибудь, теоретически, в параллельной вселенной он где-нибудь пригодится. Но я что-то сомневаюсь. Но ролится он на большом количестве пушек. Мне кажется, его добавили чисто для того, чтобы он мешал выбить нормальные перки. Но что-то как-то я не знаю. Посмотрим. Просто, к примеру, в ПОП его точно применять негде. А в ПВЕ... Если нет увеличения урона, я не знаю, зачем это надо. Так, тут меня поправляет, что этот перк можно выбить одновременно с перком один за всех. Ну, то есть, чтобы они шли с пульсы для рейда, к примеру. Тогда... Тогда смысл в нем будет. Если только так. Если состакать этот баф, перк с другим каким-нибудь перком, ну, типа, с тем же самым одним за всех, или с киллерским магазином, или с полосой удачи, к примеру. Но перк, который не работает без перка на урон отдельно... Что-то заложник какой-то. Какой-то, знаете, такой перк-подсос. Ну, ладно. Окей. Допустим. Так, окей. Продолжаем. Твердые руки. Убийства на длительное время улучшают удобство всего оружия. Ну, вот здесь, опять же... Ну, я тут немножко не объективен, наверное. Мне вот нравятся перки, которые на пушках работают, ну, до того, как ты вступаешь в ганфайт, а здесь после. Но, в принципе, опять же, если ее можно будет на роли связки с каким-нибудь перком, на урон, или на увеличение перезарядки, там, или еще на что-нибудь, то будет даже неплохо. На чем она роллится у нас, собственно? На плазминке? На бипеге? На дробовике? На пульсе? Ну, в принципе, есть пространство для маневра. Можно подумать. Пишут, что перк неплохой, работает 7 секунд, как и перк, который увеличивает все на стабилу, на перезарядку и так далее. Попадаю по трем целям. Так, дальше. Успешный прогрев. Каждый забивающий попадание на более длительный срок увеличивает скорость зарядки и натяжения тетивы. Ну, в принципе, прикольный перк. Особенно мне понравился он плазминке. Сейчас скажу, как она там называется. Плазминке подозреваемой 460-й. Думаю, неплохо будет плазминке добавления, там, во время чистки трэша. В ПВП, в принципе, тоже может заиграть. На плазминке, к примеру, то же самое. Но я бы, наверное, все-таки наролил бы там на ней все по возможности на стабилу. Чтоб она была, ну, более точной. И с более... С большей рейнджой, так сказать. С большей дальностью. В принципе, неплохо. Неплохой перк. Особенно на луке его было бы неплохо зафармить. Но, блин, на луке он идет... Вместо... Перков на урон. Это меня немножко напрягает. Ну, по крайней мере, на луке под кожей. На злом наговоре, ладно, это мы уже там... Будем пушки смотреть, посмотрим. Ну, вот, кстати, тут вот народ добавляет то, что... 15 секунд длится этот перк. Ну, если, к примеру, на луке нафармить пустотным, да, и на скорость натяжения поставить второй перк, то прям вообще довольно неплохо получается. Ну, опять же, блин. Там еще есть перки, которые увеличивают урон, ну, типа, те же самые разрывные стрелы. В принципе, я думаю, если и они упадут вместо этого перка, тоже ничего страшного. Так, далее. Грозя мельницам. Блокирую урон с помощью щита. Вы на более длительное время повысите скорость перемещения, пока щит не будет опущен. Серьезно? Ну, ролится он на мечи. И на глефы. А, на глефы он ролится, пардон. Третий час ночи идет. Точнее, уже четвертый. Ну, фиг знает. Но это если, наверное, надо будет от кого-то сваливать. В таком случае, там, поставить щит, да, и... Прикрывать тиммейтов, отходить, там, от подавляющего огня, ну... В общем, надо будет смотреть. Окей. Так, дальше. Неодолимая сила. Блокируя урон с помощью щита, вы на более длительное время будете увеличивать урон от снарядов. Опять на тех же самых глефах у нас это ролится. Ну, тут хотя бы все понятно. Плюс-минус. Подержал щит. Вернул с процентами. Неплохо. Мне нравится. Так, дальше у нас идет перк прыть. Если вы являетесь последним выжившим членом боевой группы или сражаетесь в одиночку, ваша скорость перезарядки, стабильность, помощь прицеливания и дальность улучшаются. Ну, это перк у нас исход... точнее, исходная особенность присущая ряду пушек с испытаний Асириса. В том числе адептами. Поэтому, естественно, надо брать. Потому что в ПВЕ том же самом, к примеру, когда вы проходите какую-нибудь активность соло, это все тоже работает. Так что ставлю лайк этому перку. Тут без вопросов прям. Идем дальше. Так, штурмовое вооружение Хаки. Это оружие наносит дополнительный урон транспорту, турелям, баррикадам и кристаллам стадиса. Опять же, исходная особенность. Хорошо. Хороший перк. Прям красивый. По умолчанию идет в этих пушках. Кому любопытно. Но я думаю, наиболее полезен будет в ракетнице Пальмира Би. Собственно, для ДПСУ. Для повышения урона. Ладно, короче, понятно. Перк, по сути, для одной пушки. Ну, хотя, может быть, для автоматов или для... Что-нибудь еще подойдет для винтовки разведчика. Хотя винтовка разведчика, блин, такое. Ладно. Датчик захватчиков. Еще одна исходная особенность. Перк. Нанесение урона захватчикам. С помощью этого оружия. Отмечает их для союзников. Ну... Это здесь в Банджи просто взяли перк. Который был у нас раньше в шмотках. По-моему, за этого. За часового. И добавили его в пушку. Четко. Ну, соответственно, да. Есть у нас только в пушках с Гамбита. Не особо богатый выбор. Отмечать кого-то с дробовика. Блин, это такой юмор. Ты стреляешь по кому-то с дробовика, не добиваешь его. И он отмечается на карте. Ну, или с автомата. Ну, с автомата, типа, я еще могу понять. Но с шотика... Хотя, ладно, в принципе, можно даже в упор не убить. Это же захватчик. У него хп больше. Ладно. С другой стороны, кто в Гамбит пойдет с шотиком его встречать? Ладно, слишком много вопросов. А, не. Ясно, кто? У нас в Гамбите есть сезонный челлендж для печати. С дробовика убивать. Поэтому ясно, зачем засунули. По крайней мере, в этом сезоне. Ну, окей, окей. Well played, well played. Так. Имперский танк. Добивающий попадание из этого оружия. Увеличивает стойкость и увеличивает сопротивляемость урона от врагов. Неплохо. Мне нравится. Неплохой перк. То есть это такой, знаете, киллерский магазин, который... Ну, тебе дает не бонус к урону, а этому. А к твоей сопротивляемости урону. В принципе, я за. Особенно, если его можно будет стакать с перком на урон. Что у нас тут? Слушайте, во многих пушках ролится так-то. Если на минуточку... А, здесь очень много пулеметов зачем-то. Ну-ка. Что она тут есть? В гранатомете, в автомате, в луке... В луке мыслей. Блин, жалко, что в третий слот только пулемет идет. Было бы неплохо. Ну ладно. Так, дальше. Жидкостный впрыск. Амалон. Это оружие обладает увеличенной скоростью перезарядки и стабильностью, когда его магазин заполнен более чем наполовину. Ну вот, опять же. С одной стороны, прикольно, да? Когда у тебя... Допустим, ты потратил 25% своих патронов, у тебя быстрее перезарядка становится. Ну и стабило для геймпада тоже хорошо. Но на клаву мыши, я думаю, мало кто это заметит, к примеру. Ну посмотрим, на каких пушках он ролится. Так, это у нас рейт от ролл на револьвере, на гранатомете, и на 450 пульсе, и на 760 плазминке. Угу. То есть, если я по умолчанию бегаю с двумя патронами в плазминке, у меня этот перк работать не будет, естественно. Но если у меня там будет 3 патрона, к примеру, да, то он должен работать, по идее, или 4. Больше, чем наполовину. А плазминке у нас 6 зарядов. По умолчанию. Чё-то фиг знает. Какой себе перк. Ну хотя, лишнее... Это, знаете, это такой перк под давлением, но наоборот. То есть, под давлением у тебя работает всегда, когда у тебя 2 патрона, да? А здесь он у тебя будет работать только если у тебя будет больше 2 патронов. То есть, он типа хуже, но он идёт как встроенный перк. Поэтому... А можно ли на этой плазминке выбить под давлением? Ну-ка. А, на плазминку можно выбить... Устойчивую изготовку и излишки. И, по идее, они потом будут стакаться, да? Ну тогда неплохо. Тогда хороший перк. Тогда прям я за. Это прям хорошо звучит. Блин, надо будет роллить тогда такую плазму себе. То есть, чё тут? На стабилу всё. Излишки или источную изготовку. Ну и вот это. И классно. И прям лайк. Окей. Так, далее. Момент тишины. Увеличенная скорость перезарядки вне боя. Ну вот здесь фиг знает. Ну типа да... Это мне напоминает перк безумия, да? Когда ты находишься в бою 13 минут, а здесь ты какое-то время должен находиться вне боя, чтобы он включился. Ну, по идее, прикольно, да? То, что ты можешь перезарядиться, пока по тебе никто не стреляет, быстрее. Но этот шипер должен какое-то время, через какое-то время включиться. Ну, короче, не знаю, как это. Ну... Хорошо, что он идёт как дополнительный. В принципе. Лишним не будет, я думаю. Где он тут у нас есть? Зеркальный кризис, револьвер и шотик. Рандомно ролятся на... Кушках со сопротивления Аксириса. Ну, в снайперке это вряд ли пригодится. В пульсе может пригодиться, в скаутке, в пипеге. Ну и в автомате. Ну, посмотрим. Скрытый волк. Добивающие попадания из этого оружия во время охоты улучшают ваш радар и делают вас невидимым для вражеского. Ну, это сильно. Это неплохо. На самом деле. Но не слишком ли это... Как бы сказать. Многие могут счесть это немножко крысятническим арберком. Ну, включи... Надевая розовые очки, так сказать. Ну, типа то, что ты уходишь в инвиз. Это, знаете, это такой, как это называется... Красивый король, да, вот. В пистолете же есть такой перк тоже. Но улучшение радара тоже неплохо. А что у нас тут? Есть где он ролится. Ну, по умолчанию, на 180-ом револьвере и на мече. А где еще может пригодиться? Ну, на сайд армия или на снайпе. Вот на снайпе прикольно. Убил кого-то, да, и сразу ушел в инвиз. Типа, неплохо. Можно сменить позицию. Ну, ладно, посмотрим. Опять же, он дополнительный, поэтому... Сильно не помешает, я думаю. Во время охоты... Во время охоты, да, это когда все флаги захватили. Все... Три зоны, так сказать. И 20 секунд вот эти длятся, тогда да. Тогда этот баф будет включаться. Вот, далее у нас идет перк Пси-злом. Нанесение урона из этого оружия на короткое время снижает урон, который вы получаете от цели. Вот это прям классный перк. Но он, по-моему, на куче стволов присутствует. И здесь у меня, я выбрал только один из них. Но он есть на куче стволов. Будем посмотреть. Звучит прикольно. Если он есть на какой-нибудь пушке, в силовой слот для нанесения ДПСа будет прям неплохо. Если это еще будет стакаться с какой-нибудь кладезью, с каким-нибудь кладезью, да, и... С куполом, то я прям за. Дальше, следующий исходный перк, опустошитель душ. Здоровье восстанавливается на величину, которая зависит от количества попаданий перед перезарядкой. Вот, честно, он есть этот перк на плазменке с рейда. Я вот сколько в пвп не бегал, не заметил его действия. Ну, то есть, попаданий, да, по цели. Это, я так понял, в основном для пушек... Либо это не работает в пвп, либо это для пушек, использующих белые патроны. Потому что на плазменке я реально этого не заметил, и там народ за мной смотрел, типа... В процессе что-то тоже этого не заметил. Ну, допустим. Но это все есть на рейдовых пушках. С нового рейда, с клятвы послушника. Ошеломительное восстановление. Ошеломление воителя частично заполняет ваш магазин, запускает регенерацию здоровья и на короткое время улучшает восстановление. Это я прям перку этому ставлю лайк. Ну, типа... В грандмастерах это будет хит. Смотрим, что у нас тут. Ну, он, собственно, и падает в грандмастерах, да? А? Автомат и снайперка. Ну, стандартные роллы. А, ну это вообще только с грандмастеров падает. Что же мы тут можем взять? Ну, на автомате том же самом, да? И на револьвере. К примеру. Для модов. Вот ошеломление воителя, это на самом деле прикольно, учитывая то, что здесь не все из этих пушек имеют моды на ошеломление воителей. Ну, типа на стан. Но, видимо, это когда кто-то из твоих тиммейтов тоже будет их станеть. Это будет работать. Если это так, то это было бы офигенно. Ну, или если ты там можешь их станеть гранатой какой-нибудь. Или милишкой. Тоже было бы классно. Но я думаю, если здесь они не уточнили, то он может поработать. Блин, опять вот. У меня чувство дежавю. У нас до этого был мод в артефакте, да? Когда ты станешь воителя, тебе ты заряжаешься светом. Они взяли перк, немножко переделали и сделали его исходным. Синергия Сурос. При перезарядке у этого оружия на короткое время увеличивается удобство и снижается смещение прицела при получении урона. Но учитывая то, что этот перк дополнительный, да, исходная особенность, то звучит неплохо. Ну, снижение смещения это прям то, что нам надо. Сколько у нас тут есть стволов? Ну, теоретически его можно на револьвере заролить, на пульсе, ну и на окончательной завершенности прям мастхэв. Хотя, с этой снайперкой я не знаю. По-моему, только Саня на воду на нас заходит. Да, Саня? Ладно. А, это же при перезарядке только работает. Перезаряжать снайперку. О, п. Let's go. Так, Возмездие Авангарда. Добивающие попадания из этого оружия восстанавливает небольшое количество здоровья. Вот это прям хорошо тоже. Хороший перк. Особенно учитывая то, что он идет как дополнительный, поэтому надо будет фармить. И он выпадает, барабанная дробь, на блоке 1. Я... Когда будет эта плазминка падать в адепской версии, буду из ГМа, наверное, не вылезать. Прям... Очень хорошо. Прям... Ну, классно. Прям... Хотеть. Это прям вообще. Быстро. Сюда прямо. Дайте мне этот перк. Ну, он еще и на палиндроме ролится, вы прикиньте? На палиндроме. На двух основных пушках, в принципе, для ПВП. Сюда. Живо. Дайте. Дайте. То есть, это по сути, да, вот, ребят, это как червя-болочка. Вот просто хочется узнать, насколько там, ну, 25 хп или 20, это уже, считай, хорошо, потому что иногда вот этой, вот, небольшой порции хп хватает, чтобы с противником не разменяться, чтобы он сдох, а ты нет, грубо говоря. Поэтому да. Тут я, значит, ставлю лайк, если он будет работать нормально. Так, далее. Жало-Вейст. Это оружие обладает небольшим шансом перезарядить магазин и увеличить скорость перемещения при перецеливании после нанесения урона противнику. Также этот урон увеличивает скорость натяжения тетивы, луков и скорость зарядки мечей. Угу. Ну, вроде неплохо. Посмотрим, где у нас есть этот ролл. Где у нас это есть, в принципе. Рандомно ролится, на сожалению, Рида. А, ну, неплохо, неплохо. Учитывая то, что, сожалению, Рида у линейки нету, как бы сказать, кобурыстов-то под зарядом, это прям хорошо. И она есть по умолчанию на воронкопряде. На крайте. Ну, пистолет, ладно, считать не будем. Ну, хорошо, неплохо, хороший перк. Плюс-минус. Адаптивные боеприпасы. Это оружие адаптирует наносимый урон, чтобы эффективно действовать против энергетических штук, которые не соответствуют. Так, это мы уже смотрели, вроде. Да, это у нас уже было. Так, идем дальше. Неподвижный объект. Попадание снарядами восстанавливает больше энергии оружия, если у вас поднят щит, и вы не двигаетесь. Это, опять же, Глефа. Окей. Тут без комментариев, наверное. Ловкость рук. Так, это у нас тоже мы смотрели. И разворот. Уничтожив с помощью этого оружия щит врага, или стража, использующего суперспособность, вы получаете щит продолжительного действия. Ну, тоже неплохо. Где у нас? Есть он? Банжи перк на вот этих пушках и рандомно роллится. Он тоже на большом количестве стволов. Будем посмотреть. Но я думаю, его снесет парочка других более полезных перков. Ну, типа, это прикольно. Я думаю, против каких-нибудь, допустим, рыцарей с электрическим щитом в грандмастерах. Ну, против стража какого-нибудь, если ты... А! Да, здесь стража надо убить, чтобы щит с него получить. Но если на тебя несется страж какой-нибудь под ультой, и рядом с ним бегут его тиммейты, если ты его убьешь, и у тебя появится щит, будет шанс их еще тоже разобрать в процессе. Но это прям надо совсем все четко сделать. Ладно, надо проверять будет. Но перк с такой интересной особенностью. Так, про адаптивные боеприпасы добавляю. С пульсу нужно делать выстрелов, берстов, да, пахай его в суммешнем налете шуме снять щит с другой стихии. Ага, понимаю. ладно, на этом ролик касаемо перков мы закончим. Если что, можете дополнить как-то что-то в комментарии, что пропустили мы. Будет интересно почитать. лайк ставим, комментарий пишем на канал, подписываемся, колокольчик, программ, чтобы писать о выходе новых видосов. Также проходим по ссылочке, да, можно подписаться на телеграм, дискорд, группу ВК, на Трово, альтернативный там стриминговый сервис, если вдруг у нас что-то с течом произойдет, но чтобы быть на связи, да. И ну можно поддержать монеткой при помощи ДонатПе, тоже ссылочка указана в описании, потому что сейчас у нас на Ютубе полностью отключили монетизацию, не только с рекламы, но и с со спонсорских подписок, поэтому это единственный способ у вас будет как-то меня поддержать, если захотите. Как-то так. Вот так и живем. Еще раз. Ютуб, всем спасибо за просмотр, увидимся в следующем ролике, думаю, там займемся уже пушками. Вот.